Стихийные бедствия всегда неожиданны. Они обрушиваются вдруг, неся жертвы и разрушения. Ученые стремятся их предвидеть, но чтобы предвидеть, надо изучать. А как изучать землетрясения? Этот древний сейсмоскоп указывал лишь на направление, где оно случилось. Протутный прибор XIX века уже позволил измерить силу толчков. А затем появились на свет сейсмографы. Они давали графическую запись амплитуды подземных колебаний. Современные станции оснащены чувствительными приборами, принимающими сигналы со всех концов Земли. Расстояния нередко измеряются тысячами километров. Однако из районов землетрясений до отдаленных станций не доходят высокочастотные волны. Знать о них необходимо для строительства в сейсмически опасных зонах. Как их записать? Ведь при сильных толчках выходят из строя любые механизмы. На помощь пришла электроника. В Институте физики Земли имени Шмидта Академии наук СССР доктор технических наук Фрэнд совместно с кандидатом технических наук Мишаткиным создали сейсмограф без подвижных деталей и ленточных устройств. Их заменили интегральные микросхемы. Точность записи прибора контролирует электронно-вычислительная машина. А по объему информации он может соперничать с целой станцией цифровой регистрации.